Валерий Большаков. Целитель 9. Глава 1. Пролог. Четверг. 11 января 1979 года. День. Москва. Ленинские горы. За огромным окном аудитории падал снег. Белые хлопья слетали с небес, отвесно и плавно, как пух, покрывая грешную землю. Снегопад глушил веселые голоса студентов, затирал отдаленные шумы и смыкался с гулкой тишиной аудитории. Я неслышно вздохнул, словно боясь смахнуть колдовское безмолвие. В такие минуты разум отдыхает, выпуская на волю необузданные фантазии, причудливо искажающие реал, и ты поддаешься очарованию сказки. Даже суровые мужи, окостеневшие цинники, нет-нет, да и покосятся на высверке новогодней елки, а не дымовой лимонит в темный угол, заблеск шаров и хвойную колючесть. Гирлянда ли мерцает ломким светом, или зовущий огонек фонарика? И не на своды ли кроличьи и норы падает его трепетный отблеск? С сожалению, я отшагнул, и легкий скрип паркета развеял тень чудес. Подлинная жизнь куда интересней воображаемой. Мне почти удалось себя убедить, и ладонь скомкала влажную тряпку. Мокрые полосы грубо стирали череду доказательств, выписанных на доске, замещая меловую белизну уравнений черной пустотой незнания. Нефиг тут поэтизировать, усмехнулся я, щепетно отряхивая пальцы. Тянет к высокому штилю, лопату в руки и марш снег расчищать. А вообще-то, нравится мне бывать на физфаке именно в обеденный перерыв, в нестойкое атишее между парами. Еще бы тебе не нравилось, фыркнул я, борясь с романтическим настроем. Сам-то, небось, в полдвенадцатого налопался. Теперь можно и в вышних сферах парить. Громыхнула высокая дверь, пропуская Иваненко. Дмитрий Дмитриевич был с утра свежерассеян. Впрочем, как и всегда. Мозги у выдающихся особей рода человеческого не простаивают. «Дим Димыч, здрасте!» — поклонился я светским манерам. «О, Миша!» — оживился профессор. «Как диссертация?» «Страчу!» — мельком улыбнулся я. «М-м-м, вы обедали хоть?» «Сыт, сыт!» — нетерпеливо отмахнулся Иваненко. Сложив стопку журналов на столе, он жаждущий потер руки. «Ну-сссссс! Что интересненького, надумали?» «Тахионный излучатель», — ляпнул я. «Или ускоритель, можно и так. Теорию, хоть и шаткую, подвел. Принципиальная схема ясна». Лицо у Дим Димыча не вытянулось, как обычно пишут в романах, но умные глаза наполнились разочарованием. — Миша, вы серьезно? — затянул научрук, выдавая нетерпеливую досаду. — А вам известно, что данный излучатель невозможен? — Да, мне говорили, — спокойно ответил я. У тахионов, да, мнимая масса, их скорость всегда выше световой. — Вы отлично выучили предмет, — перебил меня Иваненко, сдобрив голос желчью. — Однако не усвоили главного. Тахион нарушает принцип причинности. Перечитайте Терлецкого или Фейнберга. Не может следствие являться раньше причиной, а у тахиона это сплошь и рядом. — У отдельного кванта возможно, — отпасовал я, переходя на лекторский тон. — Но вот тахионное поле, по крайней мере, в варианте моей модели, в принципе не способно нарушить причинность. Ко всему прочему, нет достаточных оснований утверждать, будто тахионное поле не может взаимодействовать с обычными, магнитным или электрическим. — Мальчишка! — воскликнул Дем Димыч с негодованием и ринулся в матбой. К концу обеденного перерыва чисто вымытая доска переполнилась массивами уравнений. А Иваненко все чаще смолкал, оглядывая за корючки формул, раз за разом отслеживая путь моей мысли. Он изнемогал, доискиваясь слабины или неточности, но я был спокоен, как идол на кургане. Хотя вру. Все клокотало во мне, а мозг одновременно стыл в ужасе и плавился от восторга, познавая истинное упоение. Я с осени забросил кандидатскую, с головой погрузившись в невообразимый мир тахионов. Эти затейливые частицы за световым барьером противоречили рассудку и здравому смыслу. Они теряли скорость, поглощая энергию, а их время могло потечь вспять. Подумаешь, диссер. Невелика честь стяжать чужие открытия, выдав их за свои. А тут... Не помню даже, как вообще вышел на идею ускорителя тахионов. Долго отбрыкивался, отмахивался. Уж слишком дерзко все выглядело. А самое главное, я просто не верил, что способен додуматься сам, выносить что-то свое, незаемное. Но постепенно до меня доходило, что смог таки. Долго я продирался сквозь математические дебри, пока не вышел на опушку, где меня ждала награда. Открытие. Мое. «Поздравляю, Миша!» Дрогнувший голос Иваненко вернул меня в аудиторию. «По-моему, вы даже не представляете, до чего докопались». Из-за приоткрытой двери выглянул студент, и Дим Димыч резко скомандовал. «Сотрите все. Это нельзя показывать. Вы хоть понимаете?» Тахионы способны переносить из будущего в прошлое информацию, неуверенно пробормотал я. «Как минимум, Миша, как минимум. Да это пострашнее атомной бомбы». Посопев, научрук успокоился, а затем хмурое лицо ученого осветилось улыбкой, будто солнышко блеснуло из-за туч. «Вы, Миша, обрекли себя на трудную, но очень интересную жизнь. Яркую, насыщенную, настоящую. Вы станете невыездным, будете вкалывать в сверхсекретном ящике, и... Вам никогда не вручат Нобелевскую премию. А я и на Ленинскую согласен». Мою наглую аспирантскую морду перетянуло ухмылкой. Джек Даунинг отличался умом и сообразительностью, поэтому в своем назначении на пост директора ЦРУ видел лишь игру случая. «Ну и везение, куда ж без него?» Пусть наивные люди думают, будто их таланты обязательно оценят наверху и по заслугам будет дано им. «О нет!» Хлебные должности тасуются, словно карты в колоде. Республиканцы грызутся с демократами, блефуют, жульничают, а когда сторгуются, ходят к озорным валетам. Даунинг скупо улыбнулся, покачиваясь в мякоти кожаного кресла. Ему больше нравится сравнение с шахматами. Пешку Джека вывели в ферзи. Лимузин одолел мост через потомок и вписался в поворот. «Отцветет-то как?» — глянул разведчик в окно. А залии всех оттенков распустились за оградами особняков и вдоль авеню, буйствовали в парках и скверах, словно бураном намело пестрые сугробы. Директор ЦРУ приспустил толстое стекло и повел носом. Благо растворения воздухов. Плавно сбрасывая скорость, громадный Линкольн подкатил к крыльцу Белого дома и замер. «Приехали». Джек вздохнул, привычно напрягаясь. Срочные вызовы к президенту редко ограничивались выволочкой. А каприза не угадаешь. Громилы из секретной службы сдержанно поклонились ЦРУшнику и проводили в желтый овальный зал, обставленный малиновой мебелью в стиле Людовика. А под каким номером Даунинг запамятовал? «Сюда меня еще не заносило», — мелькнуло у него. Первый джентльмен уже ждал предводителя рыцарей плаща и кинжала. Набучись, форд стоял у окна и то ли глядел на южную лужайку, то ли погрузился в невеселые президентские думы. «Здравствуйте, Джек», — глухо молвил он через плечо. «Здравствуйте, сэр». Даунинг почтительно поклонился сутулой спине, ладно обтянутой синим блейзером. Каким бы мастером тайных дел он не числил себя, но именно знакомство с Джеральдом Фордом дало ускорение его карьере. А что дальше после стремительного взлета? Посадка год спустя? Белый Дум, скорее всего, займет бойкий Ронни Рейган. Вопрос. Оставит ли новый президент прежнего директора в Лэнгли? Ответ отрицательный.